всем привет с вами районор и прекрасного настроения так сегодня мы отправляемся направлении да как вы видите давайте переключусь модуль доковый я оценил вместе с непосредственно самой самим заправщиком да я забыл сказать в прошлой серии что мне не понравилось конечно да маневренность увеличилась но тяжесть движков в результате привела к тому что вывод на орбиту данный данного объекта так данного объекта его к тому что я потерял топлива топлива столько же нам я потерял топлива ровно столько же сколько и потерял и вот до усиления самой конструкции ракеты да так сейчас мне конечно мешают немножко астероиды но тем не менее чтобы достичь непосредственно дюны до цели на красную планету этот раз как сам легкая начальные цели и всего лишь на все на самом деле тест сам беру прекрасно потом доберемся до моху с данный комплект скорее всего опять же посмотрим как она работает адрес может быть даже до скотчем ну не знаю на теме джула и иву но тем не менее как минимум этот модуль способен нас понять поднять с орбиты с поверхности как минимум марса он точно способен дюны способен поднять значит смотрите вообще конечно сейчас расположение непосредственно дюны да самое пожалуй не оптимальное потому что оптимально было бы если бы его общее отклонение да было бы примерно например здесь в данном случае с развернуть до примерно 44 градуса вот так вот плюс минус 2-3 градуса а сейчас как раз происходит ситуация вплоть до наоборот сейчас у нас дюна у нас позади находится но у дюны более если не ошибаюсь высокая скорость то есть на самом деле маршрут на дюну на у нас будет получается окно для выхода на дюну будет еще не скоро самым оптимальным но тем не менее менее мы все равно приступим к маневрам а почему потому что выход значит на траекторию должен быть примерно составлять 151 градус 150 поэтому ничто не мешает нам сейчас максимально начать раскачивать орбиту до нашего модуля красный планет на красную планету да вот экспедицию начинать и поэтому мы сейчас как раз таки начнем именно планировать данный данный скажем так данный маневр значит оптимальным выходом будет примерно вот такая вот проектория да которая даст нам наверное вот такая не слишком близкая к муну чтобы она не могла на нас повлиять сама сама мина и вот здесь наверно давайте добавлять маневр делать вот по ускорению чтобы вытянуть нашу орбиту несколько толчков на самом деле я буду делать это вытягивание потому что ну времени у нас куча заодно посмотрим как себя ведет конструкция на различных так примерно запомнили вектор да куда двигаться до примерно такой вектор как который мне взял уже то есть вот в этом месте мы будем совершать маневр не говорят что у него остается на самом деле этот маневр мы будем совершать на следующем витке ничего страшного нам от этого маневра нужно только лишь направляющие совершать мы этот маневр будем в несколько в несколько этапов так для начала я теперь включаю стабилизацию посмотрим вообще как наш модуль способен на повороты и так далее отключим наши баки монопропелланты которые немножечко были затрачены на перестыковку чтобы здесь монопропеллант вообще практически не практически а вообще не использовался перекачаем мало того с двух каких-нибудь например вот с этого до бака напротив друг друга располагающихся баков мало того перекачаем даже в него топлива конструкция на самом деле как вижу ее достаточно хорошо колбасит поэтому может быть даже мы будем как то перри смотрим процессе ну как как минимум сейчас находимся в том в том месте да где мы еще можем называется вернуться причем вернуться несколько раз если вдруг что-то пойдет не так так также у нас монопропеллантовые баки были если не ошибаюсь здесь но они прекрасно прекрасно они остановлены задействуются отлично . то что необходимо итак мы пока плавненько давайте начинаем разворот пока кстати говоря в зоне действия еще доковый модуль с пристыкованным к нему док доком порт портом конечно механика игры очень сильно страдает меня допустим как вы видите до сих пор вот секунда началась до после ночи сколько она пройдет по секунды вот я сейчас называется замедленной съемки поэтому я пока даже временно отключу т так вот это очень опасный маневр наверное зря его сделал включая его обратно потому что сейчас это может привести к плохой вещи то есть я сейчас отключил стабилизацию специально для того чтобы не тратить топливо на компенсацию просто чтоб мне придал вектор и плавненько плавненько разворачиваюсь чтобы уже потом развернуться в точку маневра то есть у нас еще есть целый виток чтобы мы все прекрасно сделали поэтому его сейчас прекрасно выполнили вот то есть получается в конечном счете заправщик будет еще и еще одна версия заправщика вот вы потихонечку увидим точку маневра да но я помню что я примерно потратил небольшое расстояние на ускорение и поэтому где-то здесь только лишь я включу стабилизацию что примерно нас начало выравнивать так ну что топливный бак не хочет все ушел отлично раздражал немножко джеб я желаю тебе удачи надеюсь что мы прекрасно доберемся и все пройдет согласно нашим ожиданиям нашим старанием нашим предположением и конструкция выдержит прямую фронтальную нагрузку без особых помех так пришло время потихонечку включить стабилизацию и немножечко теперь аккуратно даем как бы себя стабилизировать но при этом не забываем сами помогать выворачивать нужную сторону очень жалко на самом деле что сейчас не видно то как я нажимаю клавиши да ну вот за этим вы можете следить вот примерно вот здесь на самом деле конечно есть программы которые позволяют и это тоже записывать но я думаю вы так прекрасно понимаете что я сейчас примерно что я делаю то есть я примерно себя аккуратненько подвожу к направлению на выполнение маневра и сейчас когда я развернусь в нужную сторону я начну его выполнить то есть вы уже наверное в прошлой серии видели это будет много скажем так многоступенчатый подъем высоты орбиты то есть все будет соединено не в один импульс а во много импульсов и мне больше всего интересует на самом деле самый первый толчок на котором я увижу как вообще выдерживает ли данные нагрузки наша система давайте перейдем в карте чтобы было видно сколь далеко мы до маневра даже спокойненько проматываем время вперед насколько нам дают издачу целый оборот получается нужно будет совершить для того чтобы выйти на нужную нам скорость и кстати говоря вот дистанция до док модуля не указано к сожалению здесь но я надеюсь к тому через один виток после одного что называется только импульса может достаточно далеко удалимся и он не будет мешать нашей математике просчитываться и отрабатывать наш маневр не знаю что в меня не 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 нравится да то что со временем наш вектор направлении на разгон сменяется и это не совсем приятно но опять же я буду совершать маневры чуть-чуть за чуть-чуть до давайте сейчас точно правой кнопкой еще раз нажмем на маневр если дадут а сначала нужно выбрать его потом правой кнопкой нажать вот да уже показывает что отмотать назад я не могу значит как буду выполнять то есть я сделаю толчок что называется где-то начну разгон секунд за 30 на все что называется разгонюсь за эти 30 секунд до 30 секунд после тоже буду совершать разгон а затем я буду угасить двигатели и ждать следующего витка то есть примерно так и будут действовать так у нас 8 до док модуля еще далеко он пока еще еще близко вернее он нам еще мешает отрабатывать нашу математику ну в принципе мы уже все ближе и ближе приближаемся к тому моменту когда наконец-таки мы ему ласково помашем рукой скажем ему спасибо за то что он заправил ну там сам не док модуль заправил но док модуль тем не менее немало поучаствовал в том чтобы это произошло успешно и хорошо так и так остается 50 секунд за 20 секунд я вот как раз верну как я надеюсь нашу наш вектор направленности кстати говоря давайте пока суд до дела пока мы выравниваем наш вектор я хочу еще проверить работоспособность клавиш наших экспериментов сейчас нажимаю единицу да то есть показала что все отработало нормально на единицу эксперименты взялись только долго не соображают какие эксперименты где должны взяться но тем не менее эксперименты отработались двойка как вы помните первая партия экспериментов будет выполнена именно в близи как только мы покинем зону действия кербина да то есть когда мы выйдем уже зону действия непосредственно с самого местного солнца кербола вот второй эксперимент будет совершен когда мы войдем в зону действия непосредственно марса то есть дюны извините еще раз вот третий эксперимент будет совершен когда мы будем уже на низкой орбите марса и четвертый эксперимент будет снят в момент того когда мы будем совершать маневр торможения об атмосферу аэробрейкинг так называемый кстати говоря да минутку еще внимание где я взял вообще информацию на тему того как лучше всего проектировать ваш маневр да есть вообще конечно такое понятие как траектория гомоновская траектория это оптимальная траектория подъема орбиты при планировании данной именно гомоновской траектории на то чтобы именно как траектории сближения с телом есть еще один вариант да вот и короче говоря таким образом вы можете спланировать выход практически на орбиту нужного вам ну как бы сближения именно с каким-то другим телом но есть еще более простой вариант набрать qsp.olex.biz x в конце как буква х русская извините опять если этот звук был и так сейчас я разгоняю нашу конструкцию смотрю не развалится ли она как она себя будет вообще вести ну вроде как ммм как мне не нравится как это происходит я вам скажу очень не нравится так ладно дожидаемся стабилизации что же происходит не так почему конструкцию так колбасит настолько жестко смотрите ребят что происходит это просто ужас либо слишком все таки мощен наш объект да который разгоним это это на самом деле плохо потому что получается я не смогу выдать нужную мощность тогда когда это будет необходимо отключаем вообще стабилизацию отключаем rcs давайте подождем чтобы траектория механика сама отработала давайте обманем немножко механику потому что я хочу теперь более точно посмотреть а где у нас проблема так включаю всес включаю еще раз стабилизацию выравниваюсь на маневр на сторону маневра и начинаю потихонечку потихонечку выдавать во первых я да во первых я понимаю что пока сама фиксация не произойдет такое ощущение что где то что то не так так давайте дождемся вот пока сама фиксация не произошла маневр давать опасно давайте потихонечку его все таки доберу аккуратно и плавно так посмотрите я даже ничего еще не делала а уже как бы конструкцию колбасит то есть тут я понимаю что я еще ничего даже не нажимал на разгон и так далее конструкция уже колбасится это мне не нравится очень у нее какой то вектор вращения появляется это все ерунда этого быть не должно так ну тогда я понимаю что маневр нужно совершать тогда мы когда подальше удалимся от нашего стыковочного модуля потому что математика игры просто не успевает нормально все рассчитывать и получается вот такая вот ахинея и да как вы видите наконец таки немножко отодвинулся от модуля и теперь здесь я могу получается безболезненно да просто сменить если я не успел не успел маневр сделать за один раз я могу просто нажать плюсик и маневр передвинется на следующий толчок и как бы все все происходит прекрасно то есть все прекрасно отрабатывает так что можем теперь спокойно еще раз промотать время я именно хотел больше об этом показать о выгоде именно данного нововведения как его можно удобно использовать и надеюсь сейчас на следующем витке наша именно конструкция будет уже нормально отрабатываться а не так как было в первый раз потому что вот короче говоря ужасное колебание конструкции которое вообще необоснованно не должно было быть так потому что все достаточно синхронно синхронно соединено достаточно большое количество объектов выставлено как нужно то есть стратов стяжек очень много стоит космоклея так называемого но тем не менее почему-то конструкция начала жутко жутко раскачивать в разные стороны и нужно короче говоря подумать может быть даже получается теперь получше как эту конструкцию выводить будет орбиту в дальнейшем ну а сейчас мы выполняем уже с тем что есть так как время у нас на самом деле достаточно много на то чтобы успеть до нужного становления планет мы еще что называется потратим кучу кучу времени на то чтобы после того же даже того как мы выйдем на нужный виток да у нас будет еще куча времени на то чтобы это сделать так и учитывая прошлые казусы да я наверное уже маневр начну где-то за минуту выравнивание с нужным нам вектором так ну вроде сейчас как мне кажется конструкцию не колбасит вот она особенность движка так стабилизацию пока отключаю есть конечно подозрение что не все доки состыковались как нужно но это самое такое подозрение которое он находил бы меньше всего думаю но конструкция тем не менее не кисло так колбасит хотя этого быть не должно конструкция должна спокойно была отработать ой как мне не хватает мода на стяжки космические кто бы знал есть мод который позволяет дополнительные как бы крепления уже непосредственно на орбите после стыковки подключать что называется от одного объекта к другому ну мы еще до игры с модами заберемся единственное о чем бы вот я сейчас задумываюсь пока что это какой какая идея да будет моих модах обрабатываться в первую очередь будет ли это у нас стабилизация выкл вкл потому что время проматывать приходится иначе конструкция как видите ведется крайне неадекватно приходится вот так вот протормаживать и ожидать от нее реакции нормальной вы уж надеюсь меня простите за это легкое скажем так обманывание движка игры но все равно движок не должен себя так ввести вот либо это будет что называется у нас так называемый исторический то есть может быть мы повторим всю историю космоса освоение космоса соответствующими модулями которые будут максимально смогут приблизить все к реальной части реальной жизни да ну либо это будет модификации модификации которые будут далекое будущее есть также еще один глобальный мод куча глобальных модов которые показывают что может быть в будущем вот наверно в каком то таком ключе обязательно скорее всего это будет моды посвящен именно такой вещи как обширной что называется то есть увеличению до настоящего размера скорее всего наших систем космических ну и прочее прочее ерунда надеюсь которая вам понравится и так так за маневр ожидаем когда будет 30 секунд теперь уже давайте все-таки промотаем чуть-чуть время 44 43 42 41 40 39 58 так и вот теперь надеюсь конструкция сейчас давайте дождемся когда пройдет вот это вот торможение движка да оно прошло и наконец-таки мы можем потихонечку давать глазку и смотреть как ведется конструкция как она держит давайте потихонечку еще добавляем да все-таки тяжелый топливный бак впереди дает о себе знать поэтому наверное мне придется корни пересмотреть то как будет вести себя конструкция тем не менее я сейчас даю максимальную нагрузку и отключаюсь посмотрю разорвет конструкцию при этом все известно пока ничего не разорвало но то что конструкция ведется не так как мне хотелось это мы уже прекрасно видим так печаль беда огорчение миссия под угрозой срывов для того что здесь много чего тяжелого в виде топлива да мы доставляем из-за этого у меня получается система не поможет выйти на нужную нам в проекторию и поэтому на этой печальной ноте наша эпичная постройка переходит стадию осмысления разумья ну и прочие прочие ерунды такая вот ерунда с вами урано пока пока счастья вашему дому и до следующих серий это я знаю что мы ну и вот вот все Продолжение следует...